Первая вещь, о которой стоит сказать, то, что на самом деле мы живем в достаточно удивительное время, очень-очень похожее на события, которые происходили примерно 200 лет назад, когда человечество стояло на пороге третьей индустриальной революции, в результате которой поменялось не только процесс работы в некоторых областях, но и в принципе весь подход, в результате чего общество сменилось от аграрного к индустриальному. И на самом деле сегодня мы стоим примерно в такой же исторической точке, потому что и тогда, и сегодня происходят примерно одинаковые события, а именно развитие технологий приводит к тому, что эти технологии перестают быть просто нашими помощниками, они не только оптимизируют процесс работы, но они позволяют поменять сам подход к работе в некоторых областях. И рано или поздно должно произойти какое-то качественное изменение, свидетелями которого уже станем непосредственно мы с вами. Дальше, помимо роста технологий, мы еще имеем дело с некоторыми трендами, которые сформировались уже достаточно давно, но сейчас как бы вступают в свою уже практически критическую фазу. Ну, во-первых, никто не будет спорить с тем, что мы живем все быстрее и быстрее, уже практически с каждым днем, и конца и края этому не видно. Скорость будет все увеличиваться, и нам придется с этим что-то делать. Точно так же, как и количество доступной для обработки и анализа информации, для нас с вами, для устройств в интернете, оно постоянно увеличивается, причем увеличивается экспоненциально. Количество информации растет просто безумными темпами. Буквально несколько дней назад событие, которое достаточно важно в принципе для интернета, это то, что мобильный интернет наконец-таки подрос и перешагнул количество настольных устройств. Теперь как бы нельзя говорить о том, что о главенстве десктопа. Теперь мы смотрим интернет через мобильные устройства. При этом не только мобильный интернет, сегмент интернета вещей, то есть всех тех девайсов, которые так или иначе имеют возможность выхода в интернет, за последнее время вырос в несколько раз. И по оценкам экспертов уже через менее чем через 5 лет мы будем иметь дело с более чем 40 миллиардами устройств, которые единовременно обладают доступом в сеть. Причем по оценке тех же экспертов, количество устройств, обладающих доступом в интернет, составляет примерно десятую долю процента от всех устройств, которые потенциально могли бы этой возможностью обладать. Поэтому можно ожидать то, что в ближайшие годы как раз таки сегмент интернета вещей ожидает очень-очень бурный рост. И в принципе в ближайшие годы можно уже говорить о так называемом интернете всего. При этом можете себе представить, если мы сейчас имеем дело с таким огромным объемом информации, что с ним произойдет, когда количество девайсов настолько сильно вырастет. Нам придется каким-то образом взаимодействовать со всеми этими данными. И многие подходы, которые для нас сейчас являются нормой, станут просто неэффективными. Как, например, как раз таки централизованные сетевые приложения на базе того же интернета вещей, которые сейчас требуют сохранения и анализа всех тех данных, которые мы получаем с разнообразных устройств и сенсоров, после чего эти же устройства закачивают их куда-то в централизованное место, например, на наш облачный сервер или сервер компании. При этом объем этих данных будет постоянно увеличиваться, а сервер останется все тем же самым. И более того, это приведет к дополнительным проблемам, потому что единый сервер легко взломать, легко получить к нему доступ и так далее и тому подобное. Собственно, с ростом объема информации, необходимой для обработки, централизованная схема работы будет становиться тем самым бутылочным горлышком, которое будет снижать эффективность любой системы, как бы она ни была реализована. И, собственно, здесь мы подходим к тому, что могло бы быть выходом из этой ситуации и дать возможность использовать технологии на полную. Здесь как раз-таки децентрализованные приложения могут служить нам в хорошую службу, потому что блокчейн по сути является тем недостающим элементом, которого как раз-таки недоставало всем этим технологиям. Потому что использование блокчейна позволяет решить те проблемы, позволяет на уровне подготовки проекта потенциально избежать тех проблем, с которыми мы могли бы столкнуться. То есть, в первую очередь, это обеспечение очень высокого уровня безопасности хранения данных. Все прекрасно понимают то, что внести изменения в блокчейн неконтролируемо весьма и весьма проблематично. Поэтому мы можем таким образом гарантировать неприкосновенность и стабильность нашей системы. Наконец, децентрализованная структура позволяет нам отойти от использования модели клиент-сервер и во много раз повысить эффективность работы с нашим приложением. Дальше распределенная база данных может обеспечивать точно так же гораздо более высокую скорость работы нашего продукта и вдобавок очень легкие возможности для масштабирования нашего проекта. Поэтому дополнительный рост для нас уже не станет страшен. И, наконец, очень важная вещь, которую нам обеспечивает децентрализованное обслуживание, это возможность реализации взаимодействия устройств друг с другом, минуя сервер. Что в конечном счете может привести к тому, что разнообразные устройства могут обмениваться необходимой информацией и анализировать ее без задействования третьих лиц и тем более человека. Что приведет к очень высокому росту производительности всей системы. При этом, к сожалению, да, давайте еще раз поговорим о том, что из себя представляет блокчейн-приложение, когда мы вот о нем говорим. Это, скажем так, проект, структура, состоящая из четырех различных модулей. В первую очередь, любой блокчейн требует так называемого алгоритма консенсуса, то есть какой-то определенной договоренности, которая бы позволяла всем участникам сети в один момент времени обладать актуальной информацией. Затем неизменное хранилище, это то, что мы сказали по поводу невозможности внесения изменений в существующий блокчейн. Далее, это какая-либо серверная часть, аналогичная всем веб-проектам, с которыми мы уже знакомы, который, собственно, и содержит в себе весь тот функционал нашего продукта. И, наконец, фронт-энд, пользовательский интерфейс, который обеспечивает непосредственно взаимодействие аудитории с нашим продуктом. Собственно, из этих четырех элементов наше приложение и будет состоять. По сути, если задуматься, этот подход позволяет действительно избежать всех возможных проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас или столкнемся в ближайшем будущем. Но вместе с тем у этого подхода есть и свои сложности. Ну, касательно сложностей, они достаточно характерны для любой новой технологии, необходимой для внедрения. Ну, в первую очередь, естественно, это сложность разработки, потому что любой проект, который так или иначе хочет для себя использовать технологию блокчейн, он требует разработчиков определенной компетенции, он требует определенного количества работы до непосредственной реализации функционала нашего продукта, потому что всю историю с блокчейном необходимо изначально выбрать движок базы данных, выбрать алгоритм или написать его, а разработка такого функционала с нуля, она достаточно сложна. Дальше это приводит к тому, что затраты как трудовые, так и временные на наш проект во много раз увеличиваются, что усложняет в дальнейшем его и поддержку, и потенциальное масштабирование, и в конечном счете приводит к очень большому завышению стоимости. По сути, как бы, действительно, все те минусы, которые максимально характерны для любой новой технологии. И, в принципе, по-хорошему мы через все эти камни уже проходили на этапе роста веб-проектов, буквально несколько лет назад. Собственно, базируясь на опыте, полученном при разработке веб-продуктов, можно попробовать предложить какие-то решения, которые бы помогли решить и избежать тех проблем, которые пока что вызывает интеграция блокчейна. Какими это могут быть, какие решения это могут быть? Ну, в первую очередь, обращаясь к опыту веба, это интеграция разнообразных фреймворков. Если подумать о том, кто в последний раз делал какой-либо веб-проект, не используя фреймворки, я сильно сомневаюсь, что такие люди вообще в принципе сейчас найдутся. Зачем делать какой-то функционал, который уже был реализован и который можно просто использовать? С блокчейном пока такая ситуация немножко хуже выглядит, но прогресс не стоит на месте. Следующая история – это сетевое взаимодействие между нашими элементами, так как пока что нет возможности использования какого-то единого API, который бы позволял функционалы нашего приложения связать воедино. Дальше, тем не менее, уже существует достаточно большое количество проектов с достаточно интересным функционалом, который может быть нам интересен в реализации нашего собственного проекта. И не хотелось бы этот функционал терять, и вдобавок не хотелось бы создавать его заново. Поэтому одной из важных вещей является возможность интеграции уже существующих наработок в наши проекты. Ну и наконец, так как любой блокчейн требует наличия определенного токена, который как бы существует в своей финансовой системе, создавать это все заново и реализовывать, опять-таки, достаточно сложно. И если бы было решение, которое позволяло бы использовать какую-то существующую финансовую систему, оно бы очень сильно оптимизировало всю нашу историю. Собственно, вот это четыре, скажем так, краеугольных камня, которые не позволяют пока воспользоваться технологией блокчейн не каким-то стартапом, который придумывает новый функционал, а уже существующим компаниям, которые от интеграции блокчейна могли бы очень сильно выиграть. Но, к сожалению, пока что в силу названных причин это не используют. Дальше я расскажу, каким образом платформа Lisk пытается решить эти задачи, ответить на эти вопросы. И попозже чуть-чуть расскажу о текущем статусе проекта и о том, что его ждет в ближайшее время. Ну, во-первых, Lisk как раз таки представляет собой фреймворк для разработки, который позволяет разработчикам с достаточно низкой точкой входа, я имею в виду не имеющих опыта разработки блокчейн-приложений на данный момент, но имеющих опыт веб-разработки, позволяет таким разработчикам включиться в проект достаточно быстро и, в принципе, обладая знаниями только JavaScript, уже через буквально несколько часов начать полноценную разработку децентрализованных приложений. Дальше сеть Lisk сейчас насчитывает более 250 живых серверов, поэтому является достаточно стабильной и хорошо работающей. Касательно делегирования функционала, Lisk предлагает… Lisk использует алгоритм консенсуса делегированное доказательство доли, DPOS, который, в принципе, является частным случаем обычного POS-алгоритма, но при котором добывать новые монеты могут не все, а только лишь 101 выбранный сообществом делегат. И эти делегаты, в первую очередь, помимо желания создавать новые коины, еще должны обеспечивать как раз-таки стабильность системы, поднимать серверы и для того, чтобы, в принципе, зарегистрироваться как делегат, пользователь должен, по-хорошему, минимум два рабочих сервера для поддержки основной сети поднять и регулярно поддерживать. И, помимо всего прочего, эти пользователи, во-первых, работают на стабилизацию всей сети и при этом могут еще предоставлять какие-то дополнительные услуги, о которых я чуть позже расскажу. И, наконец, касательно финансовой части, Lisk имеет свой токен, который успешно уже торгуется на бирже и имеет умничную капитализацию около 20 миллионов долларов с учетом нынешнего достаточно низкого курса. Дальше самая главная вещь, то, что децентрализованные приложения, построенные на базе платформы Lisk, они с достаточно низкой, как я сказал, точкой входа и опытом разработки исключительно на JavaScript позволяют создавать практически полноценные приложения, которые будут защищены стабильностью основной сети Lisk. Потому что, в отличие, например, от, я думаю, упоминавшегося ранее эфириума, который использует смарт-контракты, добавляя их к основному блокчейну, что, в принципе, вызывает достаточно много спорных моментов, Lisk вместо этого предлагает решения альтернативные. Он предлагает так называемые сайдчейны, когда основная сеть существует отдельно, существует поддерживаемая делегатами сообщества и является стабильной, нерушимой и неизменной для сторонних проектов. А все дополнительные приложения, которые мы на этой платформе реализуем, реализуются в формате так называемого сайдчейна. То есть копии маленького блокчейна, существующего только для конкретного проекта, что позволяет добиться, во-первых, очень высокой скорости работы и, самое главное, обезопасить как основной блокчейн от каких-либо негативных последствий, так и, в принципе, обеспечить безопасность самого приложения. Теперь касательно текущего состояния проекта. Во-первых, для основной сети уже выпущена версия 0.4.1, для тестовой тестируется версия 0.5.0, и, в принципе, разработчики выпускают апдейт примерно в 2-3-4 недели. И сейчас разработка перешла в уже гораздо более активную стадию. В принципе, все, у кого есть вопросы по поводу статуса разработки, могут зайти на страничку проекта в GitHub и посмотреть, каким образом разработка двигается по мейлстоунам. Совсем скоро первый мейлстоун будет достигнут, после которого разработчики вплотную займутся реализацией и документированием SDK для разработки приложений. Далее. Как я сказал, Лиск использует алгоритм доказательства доли, и монеты производятся в результате такого процесса под названием forging. Изначально он должен был работать с момента старта основной сети, но этого не произошло из-за определенных сложностей с исходным кодом, которые были успешно удалены буквально недавно, и теперь forging наконец-таки будет запущен, и делегаты, которые поддерживают сеть, смогут начать получать новые монеты и зарабатывать на этом новые коины. Произойдет это с блока с указанным номером. По примерному расчету это должно произойти уже в конце ноября, примерно где-то числа 25-28 в зависимости от точной скорости сети. Собственно, после этого момента сеть выйдет на свою полноценную изначальную мощность и дальше будет работать в полную силу. Далее сейчас в разработке в активной находится еще одна версия 0.6.0, которая содержит в себе дополнительные оптимизации по работе с базой данных и исправление еще большого количества ошибок. Соответственно, проект разрабатывается, проект не стоит на месте, и проект активно развивается. Что же будет дальше? Какие шаги разработчики собираются предпринять после этого? И чего нам ожидать от платформы? Собственно, какие удобные элементы она нам предложит в ближайшем будущем? Ну, во-первых, как я сказал, следующим мейлстоуном после завершения текущего будет являться полноценная документация LISC SDK, которая будет позволять создавать как раз-таки сайдчейны, которые будут находиться полностью под контролем разработчика, но при этом также связаны с основным блокчейном и попадать под его защиту. Вторая очень-очень важная вещь, то что после того, как API для разработчиков станет доступна, вы можете, например, реализовать на платформе LISC какой-то свой сервис, в котором будете использовать какой-то необходимый функционал. Например, авторизацию через социальные сети или что-нибудь другое. Важной функцией платформы LISC является то, что любая такая реализованная функция может быть выделена в отдельный модуль, который называется блокчейн-сервисом, после чего любой разработчик любого сайдчейна на платформе LISC может этот функционал использовать автоматически. То есть в буквальном смысле, нажав на несколько кнопок, вы добавите в свой проект функционал авторизации через соцсети. И любой такой модуль, изначально созданный в сети, будет в дальнейшем доступен всем разработчикам сразу. Более того, через некоторое время будет запущен что-то типа магазина блокчейн-функционала для разработчиков, которые могут его выбирать в новые функции и добавлять ее в свои проекты. Дальше, так как я сказал, что делегатов, которые занимаются выпуском монет, может быть только 101, а зарегистрировавших и активных делегатов на данный момент уже более 700, то одним из важных планов на будущее является реализация так называемого рынка услуг делегатов. Так как любой делегат по умолчанию является держателем сервера LISC, и скорее всего у него помимо LISC на этом сервере может крутиться что-то еще. Например, нода эфириума, нода биткоина или какие-то другие сервисы, с которыми мы можем и нам было бы интересно обеспечить связку. Делегаты смогут, скажем так, продавать свои услуги на внутренней бирже, изначально создавая свой профиль, описывая тот функционал, который они могут предложить разработчикам, и определенную ставку, по которой они хотели бы получать вознаграждение. И разработчик, приступая к разработке проекта, в тот момент, когда он будет поднимать тестовую сеть, для которой ему понадобятся разнообразные серверы, в роли которых гораздо удобнее и эффективнее использовать уже существующих делегатов, он может точно так же выбрать и тот функционал, который ему будет нужен дополнительно. Например, выбрать для поддержки своего проекта только делегатов, которые помимо сервера LISC еще и держат ноду, например, биткоина. После чего реализовать внутреннюю биржу по автоматическому переводу LISC в биткоин, скажем так. И это же будет справедливо для любого другого функционала, который вы можете предложить. И таким образом, те делегаты, которые не попали в топ-101 и не занимаются форджингом непосредственно LISC, все равно будут оставлять за собой возможность для дополнительного заработка, потому что с ростом количества дополнительных приложений на платформе будет повышаться и спрос на их услуги, и тем самым, даже не занимаясь основной сетью, можно будет эффективно работать и получать дополнительный заработок. При этом, помимо магазина блокчейн-сервисов, еще как бы все разработанные на платформе приложения точно так же будут доступны через некий аналог внутреннего App Store. То есть, по сути, на самом деле, действительно самым адекватным примером того, что LISC собирается реализовать, является некий аналог магазинов Apple App Store и Google Play. То есть магазинов, в котором для определенной платформы мы можем скачивать определенные приложения. Это же будет реализовано на платформе LISC, после чего вы буквально в пару нажатий клавиш можете добавлять к своему серверу новый функционал. Таким образом собирается выглядеть сеть LISC после реализации всех этих дополнительных функций. То есть у нас есть какое-то количество делегатов, которые занимаются поддержкой серверов, и при этом обеспечивают, помимо всего прочего, еще и связь нашей основной сети LISC и наших приложений на сайт-чейне с любым количеством дополнительных сервисов. Тем самым объединяя все это вместе в огромную децентрализованную сеть и тем самым позволяя как решить вышеназванные проблемы, так и добиться как нового функционала, так и, в принципе, ускорения и большей стабильности для ваших приложений. Как бы на этом все, и я хотел бы перейти к вопросам. Поблагодарим сначала Дениса. У кого есть вопросы? Будьте добры, хочется узнать, в каком статусе сейчас находится LISC. Он, вы сказали, капитализация 20 миллионов, а сами исходные тексты-то опубликованы? Да, на гитхабе, на страничке доступны все исходники как для самой платформы, так и для сопутствующих приложений. На каком языке, на какой платформе, каким инструментом? Я в скрипте. На джаваскрипте сделан, то есть база данных сделана на джаваскрипте? База данных используется Postgres, а для соединения с ней, да, используется приложение… Ну, по сути, это представляет собой приложение на Node.js. То есть его запустить можно на практически любой платформе по ресурсам, оно очень нетребовательное, и, в принципе, как бы сервер отлично работает даже на разбере API. Понятно. А новое свечейное еще делать нельзя, насколько я понимаю. Этот функционал реализован, он есть, но он не полноценно задокументирован и пока что, к сожалению, не очень стабильно работает. Еще не открыт для внешних. Ну, им можно пользоваться, можно попытаться в собственном режиме что-то поднять. Это даже будет работать, потому что, ну, как бы такой опыт был. Но, к сожалению, пока что поддержки для этого полноценной нет. Но разработчики обещают буквально к началу весны, к концу зимы уже представить полноценную версию, которую можно использовать. Ну, пока в формате беты, но, как бы, который уже будет содержать в себе полноценный функционал для разработки. В смысле это кто такие основные разработчики? Могу сказать поименно, могу просто показать, что это команда, которая раньше была задействована в разработке еще одной криптовалюты под названием Крипти, собственно, которая была там очень сильно переработана, была получена определенная работа над ошибками и в результате чего появился проект Лиск как раз-таки. Сама команда территориально находится в Германии и, в принципе, сейчас как раз-таки активно занимается процессом разработки. Здравствуйте, Денис, Мурат, занимаюсь майнингом. У меня вопрос касательно форжинга. Что надо будет сделать, чтобы побольше монет добывать с помощью этого способа? По поводу форжинга. Как я сказал, алгоритм консенсуса Лиска это делегированные доказательства доли. То есть это некий аналог стандартного POS алгоритма, которым сейчас уже некоторые монеты пользуются, на который собирается в дальнейшем перейти эфириум, но с одним важным отличием, которое выгодно отличает Лиск и аналогичный проект, использующий алгоритм DPOS от всех остальных. Как я сказал, непосредственно майнингом новых монет может заниматься не каждый обладатель их, а только выбранный 101 делегат. Каким образом формируется этот список? Стандартным функционалом платформы является возможность голосования за того или иного делегата. То есть, во-первых, любой пользователь может зарегистрироваться в качестве делегата и потом попробовать каким-то образом собирать эти голоса. Если за пользователя голосует достаточно большое количество людей, при этом имеющие достаточно большое количество Лиска у себя в кошельках, то этот Лиск пересчитывается в рейтинг, за которым они голосуют. Грубо говоря, в силу голоса каждого человека. При этом, естественно, никакие монеты не тратятся. Для формирования рейтинга необходимо просто их наличие в кошельке. Таким образом, новые зарегистрированные делегаты могут привлекать к себе внимание, выпускать, например, какие-то дополнительные проекты и так или иначе, привлекая к себе внимание сообщества, пытаться получить от них голоса и тем самым поднять свой рейтинг. В результате всего этого голосования формируется список из 101 делегата с максимальным рейтингом, которые получают возможность раз в 10 секунд генерировать новый блок вознаграждения, за который составляет 5 монет. Соответственно, в течение одного полного цикла каждый из делегатов создает новый блок и дальше цикл повторяется. Собственно, самое главное для майнинга конкретно лиска это попасть в этот список 101. Но, как я говорил, это не является обязательным условием для возможности заработка на платформу, потому что каждый делегат, который регистрируется в таковом качестве, он может параллельно предлагать какое-то количество услуг, которые может оказывать с помощью своего сервера. И тем самым разработчики будут перечислять ему вознаграждение за использование его услуг. Вот. То есть два способа. Здравствуйте, Вадим. У меня два вопроса. Первый, здесь прозвучало, что блокчейн как-то помогает или упрощает масштабирование, ускоряет его. Кто-то хотелось бы узнать, каким образом вы это видите. И второе по поводу сайдчейна. То есть он как-то гарантирован основным блокчейном, но при этом находится в полной базе… Это отдельная история, отдельная база, да? Как-то поподробнее, как это работает. То есть сайдчейн как-то гарантирует основным блокчейном. Да, окей. Что касается сайдчейнов. Самым простым аналогом как бы из всего остального мира, наверное, является смарт-контракты в эфириуме, которые, когда создаются, они создают точно так же адрес, по которому этот смарт-контракт находится. Сайдчейн – это примерно такая же история, представляющая собой уменьшенную копию основного блокчейна с новыми делегатами, с возможностью использования как собственного токена LISC, так и какого-то дополнительного используемого разработчиками, и при этом всегда сохраняющего связь с основным блокчейном через вот этот адрес контракта. Дальше сайдчейн работает по следующему принципу. Для того, чтобы, во-первых, он непосредственно работал, необходимо точно так же какое-то количество делегатов, произвольные на усмотрение разработчика, которые бы занимались поддержкой этой сети. И дальше, чтобы сама по себе сеть могла работать, она также требует какого-то количества внутренних токенов. И вот здесь важное отличие сайдчейна от, скажем, форка всего проекта заключается в том, чтобы запустить сайдчейн приложение, необходимо на этот адрес, по которому оно у нас открыто, перевести какое-то количество токенов LISC, которые будут заблокированы на этом аккаунте, тем самым обеспечив эмиссию какого-то количества токенов внутри сайдчейна. Опять-таки, сами токены при этом не тратятся, они блокируются на адресе контракта и тем самым обеспечивают защищенность этой сети и возможность работы токенов внутри маленького блокчейна. В принципе, вот. И на вопрос по поводу масштабирования. Ну, в принципе, как бы говоря о, например, росте самой сети, это какая-то абсолютно достаточно простая история, потому что, ну, сейчас попробую сформулировать. Ну, при необходимости приложения хранить какой-то контент в блокчейне и с ним взаимодействовать, когда этот контент увеличивается, ну, то есть как бы с возможным, ну, масштабирование происходит практически автоматом, если я правильно понял вопрос. Если неправильно, могу чуть попозже просто ответить в личном порядке. Это позволяет оптимизировать скорость работы приложения, потому что, как я сказал, с ростом количества контента, который необходимо обрабатывать, централизованная схема работы, она становится бутылочным горлышком, потому что обрабатывать весь объем информации будет становиться все сложнее и сложнее. И распределяя эти потоки по децентрализованной структуре, мы тем самым можем как бы распараллелить эти данные, а в конечном счете даже попытаться отказаться от центрального сервера, заставив части нашей системы взаимодействовать друг с другом и тем самым обрабатывать только необходимую информацию. Прошу прощения. К сожалению, больше вопросов мы сейчас уже не сможем задать, иначе из тайминга выбьемся. Но у Дениса всегда можно будет спросить это на кофебрейке, например. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.